Вечером в пятницу, 23 октября 1981 года, Курцовы собирался пойти на местную ярмарку с аттракционами, но в последний момент его планы изменились, когда он случайно встретил своего друга. Тот предложил Курту пойти на вечеринку, которую устраивали их общие друзья. Во время этой вечеринки ему стало плохо, он вышел на улицу и бесследно исчез. А через пять дней его тело случайно нашли дети, которые играли в овраге недалеко от того места, где проходило веселье. Полиция пришла к выводу, что смерть Курта – случайность. Но может ли она быть случайной, если всего за день до этого его отец обыскивал этот овраг и был уверен, что Курта здесь не было? Сегодняшнее видео будет посвящено Курту Сова и странным обстоятельствам его смерти. Курт Сова родился 15 июля 1964 года в Огайо в семье Дороти и Кеннета Сова. Семья жила в городе Ньюберг-Хайтс, совсем рядом с Кливландом. Он был младшим из четырех детей и очень спокойным парнем, имел малый круг друзей. В детстве Курта называли мышонком, потому что он часто шутя издавал смешной писк. Он любил смешить людей и делать их немного счастливее. Семья Сова была потомками иммигрантов и сначала жила в большом городе в опасном районе, поэтому из-за этнической напряженности детям пришлось научиться защищать себя, быстро бегать или даже драться. Старшие братья всегда защищали Курта, как самого младшего. Потом родителям с трудом удалось продать дом и переехать в Ньюберг-Хайтс. Здесь было безопаснее, дети нашли новых друзей и жизнь начала налаживаться. Они не были богатыми, но главная ценность, которая была у каждого из них – их семья. Они вместе ходили в походы, особенно Курт любил ездить на рыбалку. Иногда они ездили на ферму и там катались на лошадях или играли с поросятами и цыплятами. Они любили всякие деревенские развлечения, а их старые друзья из города не понимали их. Умный и рассудительный, Курт никогда не попадал в неприятные ситуации – ни в школе, ни с соседями и знакомыми, ни с полицией. К 17 годам Курт заработал репутацию целеустремленного и надежного человека, поэтому родители не держали его на коротком поводке, а давали столько свободы, сколько ему требовалось. Ему разрешалось приходить домой до 11 вечера, но обычно он сам приходил раньше, в 9 или максимум 10 часов. А если по какой-то причине подросток задерживался, то обязательно звонил и предупреждал об этом Кена и Дороти. На дворе тогда стояли 80-е, и еще силен был дух предыдущего – свободолюбивого десятилетия. Но город, где жила семья Сова, был небольшим и безопасным, поэтому родители были спокойны, когда отпускали сына из дома. Друзья знали Курта также и с другой стороны. Он был подростком, поэтому неудивительно, что иногда он нарушал правила. Иногда Курт с друзьями мог выпить что-то из алкоголя и закурить сигарету. Такое поведение не было странным для подростка его возраста, когда кажется, что ты уже вырос и для тебя нет границ. Но, к сожалению, Курту так и не суждено было стать взрослым по-настоящему. Утром 23 октября 1981 года Курт был в отличном настроении. Его родители сказали, что он очень ждал этих выходных, потому что в городе должна была проходить ярмарка с аттракционами, и близился Хэллоуин. С утра он ушел в школу, однако его родители не знали, что туда он не попал. Он прогулял уроки, вместо этого пошел на парковку одного из винных магазинов, где хотел найти какого-нибудь взрослого и убедить его купить ему спиртное. И ему повезло. Кто-то согласился на эту авантюру и купил Курту бутылку алкоголя марки Everclear. Это, можно сказать, чистый спирт. Этот напиток содержит 95% спирта. Такой алкоголь запрещен в продаже во многих штатах США. Например, в Калифорнии, Флориде, Вирджинии и других. Потому что пить такое просто опасно для жизни. А в тех штатах, где продажа разрешена, нужно получить разрешение на покупку. Затем Курт пошел домой к своей девушке и большую часть дня провел там. Примерно в 4.30 вечера он попрощался с ней и пошел на ярмарку. Но по дороге случайно встретил своего друга, Сэмьюэля Кэрролла. Курт поделился с ним своими планами, а Сэм предложил вместо этого пойти на вечеринку к их общим друзьям, Дебби и ее брату Клейтону. В это время Курт уже был слегка не трезв и согласился продолжить веселиться на вечеринке. Квартира Дебби и Клейтона находилась на Харвард-авеню, буквально через несколько домов от того места, где жил Курт с родителями. На вечеринке было также несколько друзей Курта и Сэма, но многих из присутствующих они не знали. Курт редко пил алкоголь, поэтому, употребив еще немного спиртного в квартире Дебби и Клейтона, он конкретно напился. Он почувствовал, что его вот-вот вырвет, и ему стало плохо. Поэтому его друг Сэм вывел его на улицу, чтобы он подышал свежим воздухом и немного протрезвел. Они посидели на улице минут 20 и замерзли, потому что солнце уже скрылось и заметно похолодало. У них обоих были с собой куртки, просто они оставили их в помещении. Поэтому Сэм посадил Курту около забора, а сам решил пойти внутрь, чтобы забрать их вещи. Когда Сэм вернулся, Курта уже нигде не было. Сэм оставил Курта буквально на 2-3 минуты. Он только поднялся наверх, взял куртки и сразу пошел обратно. Сэм подумал, что, наверное, мимо проезжал кто-то из друзей Курта, и предложил подвезти его, иначе никак нельзя было объяснить его мгновенное исчезновение. На всякий случай он несколько раз прошелся по соседним улицам, громко зовя Курта по имени, и проверил парковку склада неподалеку, но нигде не было и следа его друга. Вряд ли Курт успел бы уйти далеко в таком состоянии, поэтому Сэм уверился в своей первоначальной версии, что Курт, скорее всего, отвез домой кто-то из знакомых, и вернулся обратно на вечеринку. Когда в 11 вечера Курт не пришел домой, его родители начали волноваться. Как я сказал, нарушить комендантский час без звонка домой было просто невозможным для Курта. Он всегда старался ограждать своих родителей от лишних переживаний. Дороти, мать-подростка, села в машину и решила объехать все места, где ее сын часто бывал, однако ей найти его также не удалось. Поэтому она вернулась домой и решила подождать еще. Она была уверена, что в течение ночи Курт точно появится дома. Затем Дороти нечаянно уснула, а проснувшись ранним утром следующего дня, сразу же пошла в его комнату, чтобы убедиться, что он спит. Но его кровать была пуста, и было видно, что Курт не ложился спать. В этот момент Дороти начала паниковать. Не прийти ночевать домой не было похоже на Курта. Он никогда не возвращался позже 10-10.30, в крайнем случае 11 часов вечера. И когда такое происходило, мы знали, где именно он находится. В эту ночь он просто не пришел домой. Позже сказала Дороти Сова в интервью. Дороти и Кенов звонили всех соседей, друзей своих и Курта, родственников и попросили всех помочь им найти сына. Им удалось собрать группу из примерно 40 человек. Они разделились и начали обыскивать разные части города. Они осмотрели овраги, нежилые районы и даже мусорки, но не нашли ничего, хотя искали несколько часов. Дороти не сдавалась и остаток вечера провела, делая звонки друзьям Курта и умоляя их сказать ей, если они что-то знают. Но никто из тех, кому позвонила Дороти, понятия не имел о местонахождении Курта или не хотел признаваться, что что-то знает. На следующее утро, в воскресенье 25 октября, Дороти и Кен пошли в полицию и заявили, что их сын пропал. Но, как обычно бывает в таких случаях, полиция не отнеслась к исчезновению Курта серьезно. Поэтому семье пришлось самостоятельно распечатывать листовки и раздавать их просто на улицах, в кафе и других местных заведениях. В этот момент они уже настолько отчаялись, что начали спрашивать просто у прохожих, не видел ли кто-то их сына. И таким образом Дороти узнала о том, что где-то неподалеку в дуплексе, то есть в доме на две квартиры, в тот день проходила вечеринка. Дороти сразу поняла, о каком доме речь и отправилась туда. Она постучала в дверь и ей открыла девушка, которая сразу сказала, что сидит с ребенком, а хозяйки нет дома. Дороти начала задавать вопросы о вечеринке, был ли на ней Курт, и если да, то куда он потом пошел. Но девушка сказала, что понятия не имеет, о чем идет речь, поэтому Дороти оставила ей свой номер телефона и попросила ее передать его Дебби, той девушке, которая жила в этой квартире и устроила ту вечеринку. Дебби перезвонила матери Курта через несколько часов, но сказала, что Курт не мог быть в ее доме 23 октября на вечеринке, потому что никакой вечеринки вообще не было. Она не видела его в тот день. Дороти поверила Дебби и подумала, что или неправильно поняла, о каком доме шла речь, или, возможно, над ней просто пошутили. Однако позже, когда эта история уже разлетелась по городу, и многие были в курсе, что произошло, в полицию пришел доставщик пиццы, и заявил, что уверен, что у Дебби была вечеринка вечером в пятницу, потому что он лично доставлял в этот дом несколько пицц. Более того, он видел там Курта Сова. Тогда Дороти поняла, что ее обманули. Но почему? Почему Дебби не хотела, чтобы кто-то знал о вечеринке? Дороти перезвонила Дебби и потребовала рассказать ей всю правду. Дебби тогда признала, что действительно обманула ее, и Курта она видела. Она сказала, что Курт прилично выпил и ушел. Что произошло с ним дальше, и куда он направился, она не знает. Только в этот момент Дороти узнала, что в пятницу 23 октября Курт пропустил занятия в школе и обо всех последующих событиях, что он попросил кого-то купить алкоголь, и начал пить еще до той вечеринки. Не только семья, но и друзья Курта были очень удивлены. Не тем, что он выпил алкоголь, а тем, что он напился до такой степени. Раньше с ним такого не бывало. Родственники подозревали, что Дебби что-то не договаривает. Она не пускала их в квартиру, чтобы они могли убедиться, что Курта там нет. Поэтому в один из дней Кен и трое братьев Курта просто выломали дверь и без разрешения начали обыскивать квартиру. Там они нашли куртку Курта, которую он забыл. Хозяйка квартиры позвонила в полицию, и им ничего не оставалось делать, кроме как выдать семье Сова запрет на приближение к Дебби и этому дому. Кен и Дороти поговорили также с Сэмом, тем другом, с которым Курт был на вечеринке. Сэм сказал, что на вечеринке Курт перепил, и Дебби попросила Сэма вывести его из квартиры, потому что он что-то разбил, и Дебби не хотела, чтобы он испортил другие вещи. Сэм оставил Курта буквально на минуту, а тот исчез. Найти его Сэм так и не смог, и больше ничего не знал о нем. В понедельник 26 октября произошло нечто очень странное. Как я говорил, семья Курта распечатывала листовки и раздала в разные местные заведения, чтобы те могли приклеить их на видных местах, и чтобы как можно больше людей узнали об исчезновении Курта. Так вот, такая листовка была приклеена на двери местного музыкального магазина. В понедельник фотографию Курта на двери увидел бездомный. Он зашел внутрь и сказал девушке Джуди, работающей там, нечто действительно странное и пугающее. Он показал пальцем на постер и сказал, они найдут его через два дня, и так они узнают, что с ним произошло. И дальше он посоветовал менеджеру просто снять этот постер, потому что в нем нет никакого смысла. И это не единственное странное его заявление. Также людям на улице он сказал, что у него есть доступ к телам умерших, которых транспортируют в международный аэропорт Кливленда, и что он несколько раз воровал у этих людей их обувь. Люди, с которыми взаимодействовал этот бездомный, считали его сумасшедшим, им было от него не по себе. Но его слова покажутся вам еще более странными и не такими уж бессмысленными, когда я расскажу, что было дальше. Менеджер музыкального магазина Джуди позвонила в полицию, полицейские взяли показания и сказали, что займутся этим. Но, конечно же, они сразу об этом забыли. На этом необычные события того дня не закончились. Один из друзей Курта, Дэвид, ехал на собеседование по работе, и когда он был примерно в полутора километрах от дома семьи Сова, он увидел двух парней, идущих в противоположную сторону. И одного из них он узнал. По его словам, это был Курт. Они давно дружили, и Дэвид хорошо знал Курта. Он хотел остановиться и окликнуть его, спросить, не нужно ли ребят куда-то подвезти. Но не успел этого сделать, потому что Курт сам увидел кого-то в подъехавшем минивене, выкрикнул имя Фрэнка, и оба парня побежали к минивену, залезли внутрь, и машина уехала. В этот момент Дэвид еще не знал, что Курт пропал, поэтому он ничего не сделал. Он не проследил за машиной, не позвонил в полицию. Когда он в итоге все узнал, он извинился и сказал, что хотел бы все изменить. Он очень сожалел, что так получилось, потому что мог быть последним, кто видел Курта. 27 октября в 3 утра в доме Дороти и Кена раздался звонок. Дороти взяла трубку и оказалось, что им звонит Дэбби. Она сказала, что в подвале дома, где она снимала квартиру, спит парень, и возможно, это Курт. По крайней мере, он очень похож на Курта. Кен сразу же поехал в дом Дэбби, спустился в подвал, и... там никого не оказалось. В подвале стояла раскладушка с подушкой и одеялом, но она была пуста. Хотя было похоже, что ранее на раскладушке кто-то спал, потому что она была еще теплой. Кен обыскал весь подвал, но в подвале никого не было. Он вернулся домой в расстроенных чувствах и рассказал жене, что не нашел Курта в доме Дэбби. На следующий день, 28 октября, в 5.30 вечера, трое местных мальчишек играли в поле неподалеку от мебельного склада. Этот склад находился буквально через 2-3 дома от квартиры Дэбби. Как раз его парковку проверял Сэм, когда ночью в пятницу искал Курта. Во враге рядом со складом дети нашли тело Курта в луже. Он лежал на спине с раскинутыми в стороны руками, а его ноги лежали одна на другой крест-накрест, как будто его специально так положили. Дети испугались и убежали оттуда. Они бежали, пока не увидели мужчину, которому рассказали о своей находке. Он им сначала не поверил, поэтому пошел туда сам, чтобы убедиться, что они говорят правду. Убедившись, этот человек позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции идентифицировали тело, как 17-летнего Курта Сова. Курт был одет в ту же одежду, в которой вышел из дома 5 дней назад, но на нем не было обуви. Левый ботинок нашли лежащим в кустах в 30 метрах от тела, а правый так и не удалось отыскать. На правой ноге был носок, левая же нога была босой. Ноги Курта были чистыми, хотя он лежал в грязи и вокруг был один мусор. Если Курт сам пришел сюда, то на нем точно должны были быть ботинки. Интересно, что за сутки до обнаружения тела отец Курта, Кен, уже обыскивал эту местность очень тщательно и клялся, что Курта здесь не было. Курт выглядел абсолютно обычно, на теле не было признаков насильственной смерти, кроме разве что нескольких синяков и царапин. Лейтенант полиции, Роберт Карас, сказал об этой находке. Мы считаем, что его тело просто выкинули там. И кто бы это ни был, он знал эту местность. И знал, что там люди катаются на кроссовых мотоциклах, что там играют дети. Этот человек понимал, что рано или поздно тело найдут. Определить причину смерти на месте не удалось. Отделение полиции Ньюберг-Хайтс, местечко, где все произошло, было очень маленьким. У них не было даже своего эксперта-криминалиста. Полиция крупного города Кливленда предложила им прислать своего эксперта для работы над этим делом. Но полицейские Ньюберг-Хайтс почему-то отказались принять помощь. Очень сомнительное решение, которое очень разочаровало родителей Курта. Тело Курта доставили к коронеру Лестеру Адельсону на вскрытие. По его оценке, Курт погиб примерно за 24-36 часов до того, как его нашли. Значит, он был жив минимум 3 дня после вечеринки. Но где же он был? Адельсону пришлось идти от обратного, чтобы определить причину смерти. То есть он отметал варианты, которые точно не могли иметь место. На теле не было повреждений, не было следов от уколов, алкоголь в крови едва превышал легальный лимит для вождения. В его крови было 0,11%, а смертельный уровень 0,4%. Также у Курта не было никаких болезней, от которых он бы мог неожиданно скончаться. В его свидетельстве о смерти написали мгновенная физиологическая смерть. Родители Курты были ужасно расстроены. Они потеряли сына, но даже не знали, почему он погиб. Они чувствовали, что вся эта ситуация была какой-то непонятной и мутной. Он не мог умереть случайно. Кен и Дороти были уверены, что кто-то убил их сына. Полиция не особенно включалась в расследование с самого начала. А теперь, когда эксперт указал, что Курт погиб в результате случайности, получалось, что преступления никакого не было и нечего было расследовать. Роберт Карас, главный детектив по этому делу, решил сразу же его закрыть. Он сказал Дороти, что она просто находится в состоянии отрицания. Нужно принять то, что произошло, и двигаться дальше. Ему не было интересно, что произошло с Куртом. Он провел пресс-конференцию, но для СМИ надел маску хорошего детектива и сказал, что кто-то виновен в смерти Курта и нужно узнать, кто. Это было сказано чисто для вида. Давайте вернемся к тому бездомному, который пришел в музыкальный магазин города и сказал, что Курта найдут через два дня и что никто не будет знать, что с ним произошло. Удивительным образом реальность полностью совпала с его словами. Он приходил 26 октября, а Курта нашли 28-го и причину смерти действительно не смогли определить. В тот день, когда его нашли, менеджер Джуди пришла на работу, а там ее ждал букет цветов с открыткой. В открытке был стишок. Розы красные, небо голубое, они нашли его мертвым, найдут и тебя. Ну и естественно, это все было написано на английском и в рифму. Джуди запаниковала от такого подарка и сразу же позвонила полицейским. В то время Курт еще не был найден. В магазин приехали двое полицейских, чтобы взять у нее показания, и как раз в этот момент мимо шел тот бездомный. Поэтому они сразу его арестовали и посадили в свою машину, чтобы там допросить его. Они выяснили, что этот человек был из Детройта и каким-то образом определили, что он никак не причастен к исчезновению Курта, или просто так сказали. Поэтому они отпустили его и больше его никто не видел. Он просто исчез, хотя до этого он нашивался в этом районе несколько недель. После того, как тело обнаружили, они поняли, что бездомный странным образом предсказал событие. Захотели допросить его, но найти его не удалось. Мать Курта, Дороти, верила, что в подвале дома Дебби на раскладушке действительно лежал ее сын, но в тот момент он был уже мертв. Она думала, что Дебби сочувствовала родителям, поэтому позвонила. Но когда о ее звонке узнал кто-то еще, возможно ее брат Клейтон, он запаниковал, и они вместе избавились от тела. В разных источниках некоторые даты разнятся. Где-то написано, что Дебби позвонила и рассказала о человеке, спящем в ее подвале 27-го числа, а в других 28-го числа. Если это произошло ранним утром 28-го, это бы объяснило, почему 27-го октября Кен обыскивал территорию за складом и ничего там не нашел. В таком случае, возможно, Дебби, Клейтон или кто-то еще, кто может быть причастен, запаниковали и сразу после звонка перенесли Курту во враг. Через некоторое время после того, как тело Курта нашли, появилась свидетельница Энджелин Рэддикс. Ее дом находился примерно в полутора километрах от склада. Она сидела около окна и заметила, как двое мужчин тащат еще одного мужчину. Я видел, как они несли парня вниз по дороге. Это произошло прямо перед Хэллоуином. Одна его нога была босой. Я почти уверена, что правая. Я подумала, что тинейджеры перебрались с пивом, и эти двое пытаются привести в чувство третьего. После того, как нашли тело, она сразу же хотела обратиться в полицию, но ей не позволил это сделать муж, потому что боялся, что тот, кто убил Курта, придет и за ними. В итоге она нашла семью Курта и рассказала все им, но это произошло уже через пару лет после смерти их сына. Дороти пересказала историю полиции Ньюберг Хайтс, и они пообещали разобраться, но сама Энджелин позже сказала, что никто ее не допрашивал по поводу инцидента. Дороти этому совершенно не удивилась. По ее словам, полиция не допросила и половину из тех, кто обращался к ней с какой-либо информацией. Дело зашло в тупик, и Дороти приходилось самой искать зацепки. Через три месяца в городе снова исчез ребенок. 13-летний мальчик по имени Юджин Квет. Он пропал ночью с 27 на 28 января 1982 года. Его также нашли через 4-5 дней после исчезновения, во враге в 3,5 километрах от того места, где нашли ранее Курта, на той же улице. Его тело также не показывало признаков насильственной смерти. Были только небольшие порезы и синяки. Причину его смерти тоже не смогли определить. И так же, как у Курта, на правой ноге Юджина не было носка и ботинка. Их так и не нашли. Патологоанатом предположил, что он умер при падении во враг, но не мог сказать, сам ли он упал, или его кто-то толкнул, или может его вообще скинули туда уже после смерти. Оказалось, что Курт и Юджин были знакомы и даже общались, когда были младше. Между ними была личная связь, и обстоятельства намекали, что могла быть и другая. Смерть Юджина также остается нераскрытой. Возможно, кто-то нашел Юджина и решил неудачно пошутить и снять с него ботинок, чтобы сделать сцену преступлений похожей на ту, которая была в случае Курта. В любом случае, так как смерть Юджина признали случайной, полиция даже не начинала расследование. В следующие 8 лет Дороти добивалась того, чтобы дело ее сына снова открыли и расследовали. Она обратилась в четыре разных департамента полиции, но никто ничего не мог сделать, потому что с самого начала расследование было выполнено из рук вон плохо. Им просто не с чем было работать. В итоге полиция Кливленда взяла дело себе. И когда они запросили у полиции Ньюберг Хайтс все документы по делу, им прислали папочку с тремя-четырьмя листочками и четырьмя полароидными фотографиями. У них не было даже фотографий тела на месте его обнаружения, только фотографии из офиса Коронера. В папке отсутствовали не только фотографии, но и допросы свидетелей. Хотя Карас говорит, что допросы существовали, но потерялись, Дороти утверждает, что они вообще не допрашивали никаких свидетелей. В 1990 году офис прокурора официально снова запустил расследование. И по словам сотрудников, если бы они знали, как ужасно проводилось расследование с самого начала, они бы начали внутреннюю проверку участка. Полицейские не осматривали квартиру Дебби и подвал, последнее место, где видели Курта, и место, где он был прямо перед обнаружением его тела, по словам Дебби. Они сказали, что не осмотрели это место, потому что якобы не было причин для этого. Если слова о том, что пропавший подросток спит на раскладушке в подвале и признание Дебби, что вечеринка действительно проходила в ее квартире, недостаточная причина, тогда не знаю, какая еще нужна полиции. Через 10 лет выяснилось, что в полиции Ньюберг-Хайдс не все так гладко. Роберта Караса, главного детектива по делу Курта, арестовали. В 1991 году его судили за его роль в деле о торговле наркотиками из-за поделки документов, касающихся преступлений, связанных с наркотиками, и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также он однажды ударил задержанного фонариком, пнул другого арестованного, когда тот лежал на земле в наручниках, ударил мужчину во время допроса и чуть не вырвал волосы еще одному. В общем, злоупотреблял своим служебным положением, как только мог. Тот мужчина, которого Карас ударил фонариком, ехал за рулем в нетрезвом состоянии, по словам Караса. Сам же он отрицает это обстоятельство. Детектив остановил его и приказал отдать ключи от машины. Мужчина отказался. Тогда Карас размах стукнул его по голове, да так сильно, что пострадавшего пришлось везти в больницу. Когда ему оказали помощь, Карас повез его на допрос, но свернул с основной дороги и в итоге привез его на парковку мебельного склада. Того самого, прямо за которым нашли во враге тело Курта. Там он начал угрожать этому мужчине, но угрозы не помогли, и он все равно написал заявление на Караса. Когда все это вскрылось, его допросили также по делу Курта, чтобы выяснить, не может ли он иметь к этому отношение. Но ничего не было найдено. Однако Роберт Карас был не единственным полицейским, которого допрашивали по делу Курта. Вторым был начальник полиции Ньюберг Хайтс Джеймс Лукас. Его осудили также за подделку документов и навсегда закрыли ему дорогу в правоохранительные структуры. Когда Лукас понял, что его подозревают как минимум в сокрытии правды о том, как погиб Курт, он начал оправдываться, что его правонарушения не имеют к делу никакого отношения и что расследование было проведено по всем правилам. Хотя мы все знаем, что это не так. После этих слов роль полиции в этом деле кажется гораздо более весомой, чем ранее. Дороти отказывалась сдаваться, потому что ненормально, когда абсолютно здоровый подросток вдруг пропадает на 5 дней, а потом умирает по непонятной причине. Про дело Курта сняли телепередачу, у матери взяли интервью, но по ее мнению она ничем не помогла в расследовании дела ее сына. В 2017 году на форуме, посвященном нераскрытым делам, появилась информация от анонима о Фрэнка. Это тот человек в минивене, которого, предположительно, Курт окликнул, а затем побежал к машине, сел в нее и машина уехала. Так вот, на форуме написали. 6 декабря 1981 года. Крейг Фрэнка был убит во время работы на станции обслуживания автомобилей. Скорее всего, это тот самый Фрэнка, в машину которого сел Курт. Есть еще возможные связи со смертями Курта и Юджином примерно в то же время, не говоря уж о том, что двух детективов полиции Ньюберг Хайтс уволили за коррупцию, а еще трое погибли в автомобильной аварии. Водитель, тоже полицейский, выжил, но не пришел в суд и исчез. 35 лет прошло, и хотя я появился в этом деле уже после всего произошедшего, я один из тех трех мальчиков, которые нашли Курта, я все равно не могу забыть об этом происшествии и всех странностях, которые никто не расследовал, хотя многих из них было известно уже в 1981 году. Крейга Фрэнка застрелили на работе, в 10 минутах от того места, где нашли Курта. Странно, что его никто не допрашивал, хотя после смерти Курта он продолжал находиться в том же городе, он никуда не уезжал. Ему было 20 лет, и вполне возможно, что он действительно знал Курта, так как они были почти ровесниками. За информацию об убийстве Фрэнка назначили награду в 10 тысяч долларов, но убийцу так и не нашли. За много лет так и не удалось выяснить, что именно случилось с Куртом Сова, поэтому остается только предполагать. Согласно первой теории, с Куртом произошел несчастный случай, как написано в официальных бумагах. Те, кто придерживается этой теории, включая брата Курта, Кевина, считают, что возможно Курт выпил не так уж много, но его организм по какой-то причине плохо отреагировал на выпитое. Или может он что-то смешал, что вызвал такую реакцию. Он потерял сознание, а присутствующие на вечеринке просто положили его в подвал на раскладушку, чтобы он отлежался и протрезвел, вместо того, чтобы вызвать скорую. Он больше не очнулся, а они запаниковали и избавились от тела. На реддите я читал историю, как подросток, так же как Курт, перебрал с Эверклир с содержанием спирта 95% и потом спал 3 дня. Или даже скорее не спал, а впал в кому. Если предположить, что с Куртом произошло то же самое, это бы объяснило, почему эксперт определил, что он умер не сразу, а только через 3,5-4 дня после исчезновения. Может быть он пролежал 3 дня в коме, но потом так и не пришел в себя. Однако главный вопрос, который мучает Кевина, почему они просто не рассказали правду. Семье было бы гораздо легче узнать, что никто его не убивал. Что это произошло случайно. Кевин не верит в показания людей с той вечеринки. По его словам, нет двух одинаковых версий. Все истории отличаются друг от друга. Вторая теория предполагает, что Курт умер не случайно, и его убил кто-то из присутствующих на вечеринке. Курт знал лишь несколько человек, а многие из участников вообще приехали из другого города. Предполагается, что Курт напился и сделал что-то не так, и в результате погиб. Некоторые считают, что к смерти может быть причастен никто иной, как друг Курта, Сэм Кэррол. Вся история о событиях того вечера исходит от него, поэтому есть вероятность, что он все это выдумал. Согласно еще одной теории, к смерти Курта может иметь отношение бездомный, который странным образом предсказал, когда его найдут и дальнейшие события. Может быть, сам он не убивал Курта, но был свидетелем убийства. Тот бездомный также упомянул, что несколько раз крал обувь у мертвых. Именно отсутствие обуви связывает Курта Сова и Юджина Квета. Приверженцы последней теории считают, что в смерти Курта виновен кто-то из полицейских, скорее всего, Роберт Карас, так как тело нашли недалеко от места, где Карас угрожал одному арестованному и избил другого. Многие считают, что расследование специально провалили. Карас хотел защитить или себя, или кого-то еще, кому он имел отношение. К сожалению, Кен и Дороти умерли в 2001 и 2014 годах, так и не узнав, что именно произошло с их сыном. Также нет в живых и двух из трех его братьев. Теперь поиск ответов лег на плечи Кевина, единственного живого родственника из всей семьи. Кевин сказал, что их мать, Дороти, так никогда не смогла жить дальше. Когда она умерла, Кевин разбирал ее вещи и нашел несколько коробок разных заметок, статей и так далее, относящихся к расследованию. Много из того, что было в коробках, не сдали даже детективы, потому что Дороти искала ответы самостоятельно. Никто ей не помогал. Кевин винит себя за то, что не помогал Дороти в расследовании, пока она была жива. Он и ее просил бросить эту затею, потому что всем было наплевать. Но позже его мнение изменилось. Он понял, что многим людям во всем мире не безразлично, что произошло с его братом. В 2016 году сменился начальник полиции Ньюберг Хайтс. Новый начальник, Джон Маджой, был в старших классах школы в начале 80-х, поэтому он прекрасно знал о деле, просто не принимал в нем участия. Джон Маджой решил также заняться расследованием, поскольку во время перевода на эту позицию он случайно увидел документы по этому делу. Он считает, что так как основные свидетели были очень молоды в то время, вполне возможно, что многие из них живы, а значит, их можно снова допросить и попробовать раскрыть дело. Кевин также захотел принять участие в новом расследовании того, что произошло с Куртом в ту ночь, и передал полиции все документы, которые собрала его мать за эти годы. Там есть показания свидетелей, подробное описание всех событий, то, что должна была найти полиция, но не сделала этого. Новый начальник полиции признал, что сотрудники полностью провалили это дело, и даже если Курта никто не убивал, кто-то все равно выбросил его тело в том овраге, и нужно узнать, кто это сделал и что произошло. Через 39 лет после смерти Курта о его деле рассказали на одном из выступлений в рамках Крайм-Кона. Возможно, вы слышали о таком. Это образовательная конференция для фанатов тру-крайма и криминалистики, которая проходит каждый год. Ее посещают реальные детективы, ютуберы, которые снимают видео о такой тематике, семьи жертв. В тот год она проходила в Чикаго, и на события под названием «Краудсолв», то есть дословно «раскрыть толпой, раскрыть общими усилиями», презентовали дело Курта. Задумка этого мероприятия в том, что разные люди с совершенно разным образованием и опытом пытаются раскрыть какое-то дело вместе с профессионалами, как будто они детективы. Брат Курта также присутствовал там и общался со всеми этими людьми. Присутствие родственников жертв на таких событиях позволяет не забывать о том, что это реальные истории реальных людей. Когда в конце дня он взял слово и поблагодарил всех за труд, все в помещении плакали. На этом событии также присутствовала Селена Гомес. Она принимала активное участие в обсуждении, делала записи, делилась своим мнением и вообще отнеслась к этому очень серьезно. И как видите на фото, Селена выглядела максимально нейтрально, чтобы не привлекать внимание к своей персоне, отнимая его у жертвы. Кевин Сова сидел прямо рядом с ней, но не сразу понял, что его соседка – Селена Гомес. Популярность и публичность певицы в каком-то смысле очень помогла этому делу, потому что когда люди узнали, что она присутствовала на этом событии, они заинтересовались также и историей Курта Сова. Многие вообще узнали о ней только благодаря новостям о том, что это дело расследовала сама Селена Гомес. Брат Курта Кевин сказал, что хотел бы обнять каждого, кто помогает докопаться до правды о том, что произошло с его дорогим человеком, и распространить его историю. Он бы хотел, чтобы каждая жертва получала внимание, помощь и правосудие, которое заслуживает. Это была история Курта Сова. И если вы склоняетесь к какой-то из теорий, которые я уже озвучил ранее в видео, или у вас есть своя, то расскажите, что вы думаете в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok